Я проехал сейчас ряд городов вне Ленинградской области. И хочу сказать, что даже такие задрипанные города, как моя родина, Вышний Волочок, я уж откровенно скажу, там действительно, там, скажем так, благоустройства никакого. Но, тем не менее, стоит ледовая аренда. Тем не менее, стоит хороший, почти в центре города, стадион универсальный, на котором можно играть всем. Глава города и района не зря заговорил о спортивных объектах, строительство которых лишь в планах следующего года. На днях в области подвели итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Мы оказались на шестом месте из 18. В целом это неплохо, говорит Александр Невский. В десятки номинаций район даже лидирует. Мы лучше всех смотримся в экономическом развитии, в поддержке малого и среднего бизнеса, в сфере оказания коммунальных услуг и еще несколько выигрышных позиций. Между тем, есть и разные «но». Но в то же время, по качеству коммунальных услуг мы в числе худших. Это объективная реальность. Значит, в оценочном листе. Вот. И еще ряд позиций, удовлетворенность здравоохранением. У нас мы где-то в замыкающих среди районов Ленинградской области. Не хватает квалифицированных врачей. Отсюда и жалобы населения, поясняет глава. Образование у нас на высоте как среднее, так и дошкольное. А хотелось бы, чтобы еще и наши дома культуры соответствовали названию. Правда, в этом направлении уже есть движение. И вот мы над этим сейчас думаем, чтобы вложить значительные средства. Не о каких продажах, эти слухи, которые идут, там, о продажах городского дома культуры, там, химика. Надо забыть этого, ничего не будет. И я об этом говорю откровенно. Просто есть мысли, которые хотелось бы реализовать, допустим, по тому же городскому дома культуры с привлечением инвесторов. Но эта мысль, это не значит, что он станет частным или не муниципальным. Боже упаси. Кстати, в прошлом году Кингисепский район в рейтинге по области занимал седьмое место. Небольшой рост в сторону улучшений все же есть. В планах догнать лидера Выборгский район, призеров Тоснинский и Приозерский и получить грант от губернатора. Пока не знаю, постановлений еще нет, но они получат денежные призы на решение вопроса благоустройства. Поэтому будем стремиться в следующем году занять призовое место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!